О всех плюсах и минусах подобных нововведений мы поговорим с известным саратовским политологом Александром Пантелеевым. Здравствуйте, Александр Федорович. Здравствуйте. Александр Федорович, мы провели собственный соцопрос, в ходе которого выяснилось, что большинство саратовских жителей поддерживают идею о введении в школах уроков политинформации. Как вы думаете, почему? Страна находится в очень сложном положении. Во-первых, санкции. Во-вторых, угроза роста цен на продовольствие. В-третьих, это то, что происходит на Украине. В этих ситуациях население, как правило, консолидирует с властью. Поэтому все, что идет от власти, будет поддерживаться. Просто население больше не на кого надеется. В общем, это закономерная вещь совершенно. А как лично вы относитесь к подобному предложению? Я отношусь к этому отрицательно. Причины, по крайней мере, две-три причины можно назвать. Во-первых, давайте обратимся к закону образования. Закон образования, статья третья. В этом законе говорится о том, что в школах необходимо воспитывать патриотизм. Это нормально. Во-вторых, есть статья 13 Конституции Российской Федерации, в которой категорически запрещается моноидеология. Так вот, если, скажем, начнется вот эти парит информации в школах, то результат будет понятный какой. Значит, можно угадать с одного раза, какая будет идеология, значит, внедряться, пропагандироваться, допустим, и так далее. Тут будет прямое нарушение Конституции, и очень сложно от этого избавиться. Очень трудно обойти. Ну, а если уж об этом заговорили, нужно ли вообще в рамках школьной программы обсуждать современные политические вопросы? Если да, то в какой форме это возможно? Да, современные политические вопросы в рамках школьной программы обсуждать нужно. Есть предметы общественные, допустим, обществоведение там. В конце концов, есть много других предметов. Есть внеклассные мероприятия, есть клубы по интересам, есть какие-то собрания, какие-то ребят, допустим, и так далее. То есть в этом смысле диапазон достаточно большой у школы с тем, чтобы поговорить с ребятовой политикой. Но превращать это в уроки, вы знаете, это очень сложно. Уже ввели нормы ГТО. Сейчас планируется ввести уроки политинформации. Не будет ли это неким шагом назад, к советским устоям? Насчет норм ГТО, я считаю, что эта вещь нужна. По крайней мере, это обеспечит возможность, значит, обществу контролировать физическую подготовку ребят. В этом смысле регресса не будет. А вот если заниматься пропагандированием одной идеологии, да, вот это будет самый чистый регресс. Хорошо. Александр Федорович, в случае, если данная инициатива будет одобрена, то кто будет вести подобные уроки? Потому что депутаты зачастую не имеют педагогического образования, а учителя школьные не настолько политически подкованы. Начнем с того, что депутаты... У нас ведь есть партии, скажем, как бы правящие и оппозиционные есть. Вопрос. И дело в том, что любая партия, она является носителем конкретной идеологии. Иначе это не политическая партия. Так вот, если, скажем, будут выступать перед школьниками депутаты разных партий, в том числе и оппозиционных, да, у ребят, это старший класс, конечно, должны быть, возникнет палитра мнений, и тогда они будут выбирать, что им больше нравится, что их больше устраивает, они будут лучше ориентироваться. Но этого не будет. Будет, в общем-то, то, как обычно делается в бюрократической системе. Это планы, это программы, это стандарты, это учителя, которые будут говорить, в принципе, одно и то же. Александр Федорович, а как Вы считаете, правильно ли вводить данный предмет в список экзаменационных? Ведь кто-то будет любить Родину на 4, а кто-то на 5. Ну, конечно, это абсурдные вещи. Ведь это все равно, что оценивать мнение, вкусы, допустим, и так далее. Но, опять же, я думаю, что даже введение этого предмета, оно будет целиком и полностью противоречить Конституции Российской Федерации. Это антикционно, в общем-то. Я думаю, что с этим разберутся, в конце концов. Александр Федорович, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. До свидания. До свидания. Я напоминаю, у нас в гостях был известный саратовский политолог Александр Пантелеев.